Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» и сегодня с гостем в студии мы будем говорить о результатах и перспективах развития экономики нашего региона. Присоединяйтесь! Андрей Васильевич Конюшко, первый заместитель председателя Комитета экономики Гомельского облсполкома. В 1995 году окончил экономический факультет Гомельского государственного университета имени Скорины. В 2009 году Академия управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление национальной экономикой». Трудовую деятельность начал в 1995 году ведущим инженером по сопровождению программных средств в Гомельском филиале Акционерного коммерческого банка «Поиск». На протяжении более пяти лет работал на различных должностях в налоговых органах Гомельской области. Комитете экономики Гомельского облсполкома с 2004 года. За это время прошел путь от главного специалиста до первого заместителя председателя Комитета экономики, на должности которого находится с 2008 года. На вопросы, которые касаются развития экономики региона, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители. Одним из самых значимых событий в экономической жизни страны стала деноминация. Мы спросили у гомельчан, как они относятся к произошедшим переменам, столкнулись ли с трудностями. Давайте посмотрим. Я меняю старые деньги на новые. Очень мне нравится. И копеечки. Дочка подарила кошелек на 60-летие. И мне очень судовно. Я очень довольна. Красивые денежки. И быстрее бы от старых избавиться. Никаких проблем. Все нравится. Все хорошо. Все прекрасно. Абсолютно нормально. Трудности какие-то были? Нет никаких. 4 нуля плюс, минус. Никакой разницы нет. Все как новое приходит, конечно, сразу трудно, а потом нормально. Потом входит. Тем более мой возраст еще застал копеечки в то время. Так что мы, в принципе, вернулись хорошо забытым и старым. Не знаю, зачем поменяли. Но было лучше. Никаких проблем нет. Как-то все легко и просто. Тем более, что это уже не первый случай. Во всяком случае, в моей жизни. Когда менялись деньги. Поэтому как-то это все привычно. Учитывая то, что все выезжают куда-то из-за рубежа. Везде, везде есть какие-то монетки, копейки. Я думаю, все нормально. В принципе, так быстро привык. Я думаю, все хорошо. Я вроде соображаю все. Как-то очень даже нравится. Вспомнила свое родное, замечательное советское время. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о региональной экономике. Андрей Васильевич, а повлиял ли переход на новые банкноты, на работу торговых организаций, цены, качество обслуживания населения? Безусловно, определенные сложности на первых этапах были. В чем они выражались? Это увеличилось количество людей в очередях. Деньги новые. Долго лежали. Очень похоже на евро. Безусловно, была построена система для того, чтобы не выдать лишних денег, либо не обсчитать покупателя. Приходилось по несколько раз на первых порах пересчитывать старые деньги и новые. Дело в том, что в условиях проведения деноминации еще полгода будут в одинаковых условиях ходить и старые деньги, старого номинала, и новые деньги. Требования жесткого поменять все сразу не стоит. Поэтому, отдавая, расплачиваясь купюрой в кассе, либо банка, либо магазина, есть всегда вероятно, что дадут сдачу не новыми деньгами и копейками, но еще и старыми. На первых этапах это вызывало определенную настороженность и у населения, и у работников сферы услуг. Как один из таких случаев, нам неизвестно, при обл. исполкоме работает группа управления антимонопальной ценовой политики, которая в постоянном режиме мониторит ситуацию и с ценами, и ценниками, и с проведением деноминации. Таких грубых нарушений, либо каких-то заявлений, жалоб не поступало. Спасибо, Андрей Васильевич. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Гомель Сергей Александрович. Такой вопросик. Алло, можно? Говорите, пожалуйста, не прерывайтесь. Вопросик такой. Заводы эмаль-посуда и торгового оборудования, они нынче не существуют, там магазины разведены, но имеется еще пустующее, скажем так, строение, цеха, территория. Вот какова дальнейшая судьба вот этой территории и находящихся на этой территории строений? Это все будет снесено на обоих заводах? Или во что перестроено, переоборудовано? Или какие еще варианты? Все. Спасибо. Спасибо большое за звонок, Андрей Васильевич. В этой части хотелось бы отметить, что эмаль-посуда, так как она называлась раньше, не совсем она закрылась. У нас есть предприятие Сентекс, которое на базе производственных площадей, бывших, конечно, не всех, сейчас организовало производство и возрождает производство посуды, именно эмалированной, с новыми потребительскими качествами, с новыми возможностями, с новым дизайном, безусловно. А дальнейшая судьба, ну, тех строений, которые еще не вовлечены в хозяйственный оборот, безусловно, ищется инвестор, разовьется завод Сентекс, либо появится еще предложение по организации производства. Тут два варианта. Либо оно будет вовлечено, поставлено оборудование, приведено в порядок и будут созданы рабочие места. Если по градостроительным планам возможно устройство или создание какого-то другого, здание другого назначения, либо это как многофункциональный центр, либо еще, то при наличии желаний и инвесторов будет рассматриваться любой вариант. Андрей Васильевич, скажите, пожалуйста, как оцениваются результаты первого полугодия этого года? Есть ли основания для оптимистических прогнозов? Первое полугодие текущего года в Гомельской области и во всей стране сложилось достаточно напряженно, но ситуация далека от катастрофической, если так сказать. Да, из 10-11 показателей, по которым традиционно оценивают работу областей, более половины выполнено, а 5 не выполнено, если говорить о целевых показателях. Так, показатели волового регионального продукта тоже пока ниже уровня прошлого года в силу различных причин. Вы знаете, и в стране в целом ситуация 97,5% волового внутреннего продукта. Но предприятия работают, и в принципе, по нашим оценкам, дно пройдено, и мы ожидаем положительную динамику улучшения ситуации во всех отраслях. На долгие годы наш промышленный комплекс показывал очень хорошие результаты. В последнее время мы говорим о снижении объемов производства. Причины объективны, а не известны. Скажите, пожалуйста, какие меры предпринимаются для того, чтобы эту ситуацию исправить? В принципе, ситуация складывается таким образом, что Гомельщина – это традиционно промышленная область, которая присутствует, в отличие от других областей, несколько предприятий-гигантов. Да, несколько, два года назад лихорадило Гомсельмаш, где снижались два года объемы производства продукции, попал в полосу сложную БМЗ, белорусский металлургический завод. Рынок металлопродукции просел по отдельным позициям на 70% в цене. Поэтому, ну, Гомельщина – это более 300 предприятий и других крупных, за счет их более устойчивой работы. В принципе, уровень производства, считаю, держим достойным в современных условиях. Если не считать работу БМЗ, то весь остальной промышленный сектор сработал даже с динамикой почти в 1% по сравнению с уровнем прошлого года. Поэтому перспективу мы видим в том, чтобы все остальные предприятия тут положительную тенденцию просто наращивало, работало над увеличением объемов и снижением запрат. Еще одна из главных задач – это диверсификация рынков сбыта. Расскажите, пожалуйста, какие новые партнеры появились у производителей нашей области в этом году? Ну, традиционно Гомельская область – это экспортоориентированный регион. Более 60% всегда уходило на экспорт. Мы торгуем уже по экспорту более чем с 80 странами. Основной, конечно, партнер – Россия, но задача, поставленная главой государства, да и жизнью, пожалуй, к концу текущей пятилетки, провести резкую диверсификацию экспортных поставок. Так, так сказать, на треть должно поставляться в Россию, треть – в страны СНГ и треть – на новые рынки в страны дальней дуги. Пока, к сожалению, идет тяжело. Зависимость от экспортного направления России еще существенная, но за этот полугодие удельный вес мы снизили уже с 85 до 80%. Появились такие дальние, ранее экзотические для поставок нашей продукции страны, как Куба в этом году поставки, Черногория, Словения. Сейчас прорабатываются вопросы поставок в азиатский регион. Поэтому работаем и видим, что в этом направлении будет удача. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Если говорить в целом по экспорту, то, учитывая, что конъюнктура на нефть достаточно еще низкая, то за счет, если без учета нефтепродуктов, то торговля, внешняя торговля Гомельской области в этом году превышает уровень прошлого года. То есть полугодие, по предварительным оценкам, мы закончили на уровне 85%. Это в целом, где, опять же, проблемы БМЗ и Беларусьнефти. А если брать только коммунальный и частный сектор, то мы с уровнем закончили 105,7% прироста. При этом, как традиционно нас оценивают по такому показателю, положительная сальдо составила порядка 130 миллионов долларов в пользу частного и коммунального сектора в Гомельской области. На минувшей неделе на заседании в Гомеле Беларусь и Казахстан определили план совместных мероприятий на 2017-2018 годы. Какая роль отводится нашему региону в этом взаимодействии? Выбор Гомельской площадки для проведения 12-го заседания Белорусско-Казахстанской межправительной комиссии, я думаю, считаю, не случайен. За последние годы мы резко активизировали именно региональное сотрудничество. Если, скажем, еще 10 лет назад у нас была только одна область, побратим, Карагандинская область, то в последние годы мы связались с УЗами соглашения о сотрудничестве и Алматинская область, и Атарауская. То есть основные деловые партнеры находятся там. Около 70 предприятий Гомельской области поставляют продукцию на рынок Казахстана. По итогам полугодия только чистый экспорт составил 15 миллионов долларов. Почему говорю «чистый экспорт»? Есть у нас совместное предприятие и дилер нашего машиностроителя «Гомсельмаш». Это «Агромаш Холдинг», в котором по планам в прошлом году было поставлено 300 машинокомплектов. В этом планы более грандиозные. Порядка 600 машинокомплектов будет поставлено на сборочное производство в Казахстане, которое полностью закроет потребность в казахстанском рынке. Есть определенные вопросы по оплате, но на заседании комиссии пришли ко многим договоренностям. И тот долг, который казахских партнеров перед «Гомсельмашем» по согласованным графикам будет гаситься. И мы планируем, что объемы поставок на совместное предприятие будут увеличиваться. Говоря о внешнеэкономической деятельности, мы не можем обойти вниманием, конечно же, Китай, отношения с которым в этом году вышли на новый уровень, достигнут ряд договоренностей и уже начались поставки нашей продукции в эту далекую от нас страну. Расскажите, пожалуйста, какие поступают отзывы и какие дальнейшие перспективы? — Перспективы огромные. Китай — это самая большая страна как по численности населения и по последним оценкам мировых рейтинговых компаний. Китай уже по размеру ВВП вышел, обогнал Америку и вышел на первое место в мире. То есть рынок большой, рынок беспрецедентный. По результатам поездки гомельской делегации во главе с председателем обл.исполковым Владимиром Андреевичем Дворником в марте месяце в китайскую провинцию Дзянсу было подписано соглашение. К нам приехали деловые округи из этой провинции. В принципе, они посещают практически с завидной регулярностью. Почти три недели работала группа, которая специализируется на поставках продовольствия в Китай. Они побывали на всех наших предприятиях мясомолочной отрасли, отобрали образцы продукции, сертификации. И теперь рассматривают вопрос налаживания уже крупных поставок в Китай именно продукции говядины, сухого молока и других. Первые были поставки уже сделаны и нашей кондитерской фабрикой «Спартак». Пропробной в целях изучения рынка. Все те китайские партнеры, которые приезжают, пробуют, рассматривают, говорят, что все очень вкусно, все очень качественно. Теперь ждем, когда эти первые впечатления перерастут в реальные контракты. И рассчитываем, что так оно и будет. Китай возводит в Добрше фабрику по производству картона, которая должна стать одной из крупнейших в Европе. Скажите, пожалуйста, на каком сейчас этапе иностранные строители и когда уже планируется выпуск продукции? В данном этапе по многим объектам, по большинстве уже строительная готовность порядка 85%. Тот объем инвестиций, который закладывался в строительство, практически весь освоен. Осталось вопрос наладки оборудования и установки. Уже оборудование прибыло. Установки, наладки, запуск в пробном режиме. К сожалению, выбились из графики наши китайские строители в прошлом году. Поэтому мы рассчитывали, что к концу года уже завод пустит первую пробную партию. Сейчас речь идет уже о 2017 году, может, это будет в начале года. Мы ожидаем и надеемся, что это будут максимально короткие сроки. И те обязательства, которые на себя взяла китайская сторона, будут максимально быстро выполнены. Андрей Васильевич, спасибо. О самых значимых проектах, которые реализуются в реальном секторе экономики Гомельской области, у нас подготовлен сюжет. Давайте посмотрим. Гомельская область НПЗ позволила увеличить глубину переработки нефти до 70%. А уже в этом году на заводе завершили строительство трех новых производственных объектов общей стоимостью около 500 миллионов долларов. Речь идет об установке адсорбционной очистки бутановой фракции, комбинированной установке производства высокооктановых компонентов бензина и установке производства серы. Каждый из этих объектов является частью программы развития завода. Благодаря их реализации создано 99 рабочих мест. Сейчас в активной стадии находится еще один масштабный инвестпроект. Кроме того, сейчас ведется строительство гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Это большой комплекс, очень серьезный комплекс. И уже сегодня мы готовим туда специалистов. Строительство этого комплекса даст возможность увеличить глубину переработки нефти до 90%. А вместе с тем и выпуск дизельного топлива с низким содержанием серы. Реализовать проект планируют в ближайшие 4 года. На Белорусском металлургическом заводе в конце прошлого года был введен в строй мелкосортно-проволочный стан. По оценкам специалистов, в самой ближайшей перспективе он даст производство металлопродукции до 1 миллиона тонн в год. Новый сортовой стан стал ключевым инвестиционным проектом БМЗ минувшей пятилетки. С его пуском в эксплуатацию в линейке продукции БМЗ появились новые изделия. Катанга различных диаметров и прокат, которые ранее на Белорусском металлургическом заводе не производились. А такой вид продукции, как круглый прокат в бунтах, абсолютно новый не только для БМЗ, но и для страны в целом. При дальнейшей переработке из него изготавливают различные детали для автомобилестроения, робототехники и сельского хозяйства. По оценкам специалистов, введение в строй сортопрокатного цеха номер 2 имеет определяющее значение для инновационного развития страны. Буквально новую жизнь в прошлой пятилетке вдохнули в дерево переработку региона. В ОАО «Гомельдрев» реализованы сразу четыре инвестпроекта. Самым крупным стал завод по производству МДФ. Его фактически создали с нуля. Производство работает только полтора года. Здесь выпускают два вида древесно-волокнистых плит – МДФ и ХДФ, а также напольный ламинат. Открытие предприятия позволило создать 280 рабочих мест. В ближайшее время штат сотрудников будет расширяться. В образование предприятия вложили 170 миллионов евро. Здесь все самое лучшее. Производственные линии, специальная техника, система фильтрации выбросов от ведущих мировых производителей. По мнению специалистов, вложения должны быстро окупиться. Свою продукцию предприятие уже продает в 13 стран. И это только начало. Буквально в этом месяце завод получил разрешение маркировать продукцию знаком «ЦЕ». Это дает возможность работать со странами, которые входят в еврозону. Второе перспективное направление для завода – рынок Соединенных Штатов Америки. Сейчас гомельские производители активно ищут там партнеров. Продукция завода сегодня 80% – это экспорт, 20% – внутренний рынок. С января, когда мы начали работу, у нас уже были предконтрактные проработки сделаны. Многие клиенты, которые знали нас как мебельщиков, мы их приглашали. Они знали, кто производители данного вида оборудования. И они уже были готовы к тому, чтобы с нами сотрудничать. Поэтому, как только плита начала выходить с конвейера, мы тут же начинали ее отгружать. И вот сейчас имеем уже такую географию. В ближайшую пятилетку в нашем регионе будут реализованы еще несколько важных инвестпроектов. В том числе разработка месторождений калийных удобрений со строительством горно-обогатительного комплекса на Петликовском месторождении. И строительство завода по производству сульпатной биреной целлюлозы на базе ООО «Светлогорский ЦКК». Реализация этих и других проектов должна поднять по итогам пятилетки экономику Гомельской области на новый уровень. Крупные производства – это новые рабочие места и привлечение дополнительных средств в реальный сектор экономики. Все это в итоге увеличит доходы населения и благосостояние жителей региона. Вы смотрите «Диалог». Гость нашей передачи – первый заместитель председателя комитета экономики Гомельского госполкома Андрей Конюшко. Андрей Васильевич, модернизацию на «Светлогорском ЦКК» планировалось завершить еще в конце 2015 года, но по ряду причин не вышло. Скажите, пожалуйста, когда планируется запуск оборудования и уже введение в строй? – Ну, так же, как и Добружская фабрика «Бюро и труда», мы также рассчитываем, что до конца этого года будет уже закончено строительство этого мощного завода. и в ноябре-декабре уже будет запущена тоже пробная партия нового продукта для Беларуси – это сульфатные бельонные целлюлезы. И завод начнет выходить на все проектные мощности. По бизнес-плану проектная мощность будет выходить 4 года. Поэтому, так же, как и по Добружской фабрике, мы рассчитываем, что в начале 2017 года уже первая продукция и в «Светлогорске» увидит свет. – За прошедшую пятилетку была полностью обновлена отрасль деревообработки. В ее модернизацию вложены огромные государственные средства. Приносят ли уже они какую-то отдачу в настоящее время? – Безусловно, и вы видели уже на телезрителе и в сюжете, что те средства, а на модернизацию наших четырех заводов было вложено более 400 миллионов евро. – Да, они еще пока не работают под полную загрузку. Но ситуация на рынках начинает меняться в лучшую сторону конъюнктурную. Поэтому, если, скажем, в прошлом году вот эти новые заводы работали с загрузкой производства до 30%, то теперь уровень ее увеличился. И все вот это модернизированное производство работает сейчас с темпами более чем в два раза, чем в прошлом году. Поэтому расчет на то, что отдача будет, безусловно, остается. Теперь надеемся, чтобы она была максимально быстрая. – Сейчас в Беларуси создается деревообрабатывающий холдинг, в который войдут в том числе и предприятия наши, из Гомеля, Речицы и Мозыря. Главная цель – объединить усилия в повышении качества продукции, в разгрузке складов. Насколько вы считаете эффективным это решение? – Данное решение, я думаю, правильное. Производя всю эту модернизацию всей отрасли, но так получилось, что оборудование новое, оборудование передовое на многих заводах, но за редким исключением, в принципе, все работают в одной нише продукта. И Гомельские, и другие Брестские. Возникли определенные сложности и с расчетами, и с обеспечением сырье, в первую очередь в связи с недостаточностью денежных средств. Я считаю, что решение, принятое главой государства, создать холдинг и отдать под управляющую компанию нашего банка развития, очень правильное, потому что, как нигде в этом банке, всегда есть возможность подкрепиться именно оборотными средствами, чтобы закупить необходимое сырье. Ну и самое главное, пожалуй, из плюсов, это, исходя из реальности потребности именно внутреннего рынка, формирование единого холдинга приведет к единой с бытовой политикой, как внутри, но и, безусловно, за границей. Поэтому этот только шаг может приветствоваться. И, как и в других отраслях, в принципе, единый, так сказать, кулак, единая одна компания, которая будет осуществлять поставки различных видов продукции, входящих в этот холдинг, это хорошо. Не будет перебиваться цена, которая в связи с определенным кризисом потребления всегда присутствовала, так или иначе, у предприятий, даже находящихся в одной лодке. Спасибо, Андрей Васильевич. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Мы вас слушаем, вы в эфире. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, не прерывайтесь, пожалуйста, не слушайте себя. Здравствуйте. Говорите. Скажите, пожалуйста, я работаю на... На частном предприятии ЗАО ЭЛГА. У нас задолженность по зарплате с января месяца. А где предприятие находится? Федюзенского 8. В Гомеле. В Гомеле. Поняли вас. В Гомеле. Мы вас поняли. Спасибо. Спасибо за звонок. Андрей Васильевич, пожалуйста, прокомментируйте. Знакома ли вам ситуация на этом предприятии? Да, ситуация на этом предприятии достаточно напряженная. И городская власть, и областная власть знают об этих проблемах, потеря определенных заказов. Принимаются многие меры для того, чтобы предприятие оставалось не только на плаву, но и выплачивать зарплату. Если раньше задолженность была большая, то сейчас она потихоньку за счет дебиторов начинаем сокращать. Ситуация сложная, но управляемая. Поэтому я надеюсь, что звонивший оставил телефон, мы потом с ним еще свяжемся, уточнить те детали, которые действительно ли с января не получаются зарплатно. Может, неполный расчет или что, сложно судить отрывочно. Мы лучше в этой ситуации разберемся и проинформируем, так ли это, как информация у нас немного другая, что задолженностей таких длительных там нет. Ну, конечно, ситуация нуждается в проверке. Продолжим наш разговор. Программы социально-экономического развития страны до 2020 года определены приоритеты на будущую пятилетку. И одной из первых позиций выносится привлечение инвестиций. Расскажите, пожалуйста, как в этом году обстоят дела в Гомельской области. Прошлую пятилетку, в 2011-2015 годах, Гомельская область закончила с лучшим показателем в стране. Объем инвестиций вырос на 15% по сравнению с 2010 годом, тогда, когда в целом по республике наблюдалось даже снижение. В частности, в 2015 году в хозяйственный комплекс области было вложено 39 триллионов нединаминированных рублей, потому курс это 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Это вот в те проекты, которые были и у вас в сюжете, и во многие другие. Безусловно, базу бы наработали большую, проекты крупные закончились или вот-вот заканчиваются. Поэтому в текущем году по итогам полугодия мы смогли обеспечить вложение инвестиций только 11 триллионов. Темп у нас, конечно, небольшой. Уровень прошлого года 70%. Но мы работаем постоянно над тем, чтобы создавались новые предприятия. Приходил инвестор, и не только государственный, и не только иностранный, но и наш белорусский. Предприятия создаются. За полугодие было создано, зарегистрировано 390 предприятий в Гомельской области. Порядка 30% выбрали свою производственную деятельность. По нашему оценке уже более тысячи рабочих мест создано, работают. Поэтому есть крупные проекты, которые подразумевают в большие вложения инвестиций, есть более мелкие. Мы работаем со всеми инвесторами для того, чтобы максимально, не просто инвестиции ради инвестиций, а для того, чтобы создавались рабочие места, высокопроизводительно рабочие места и с высоким уровнем оплаты. Андрей Васильевич, если говорить о привлечении зарубежных инвестиций, то кто сегодня вкладывает свои средства в Гомельский регион? В Гомельский регион вкладывают уже предприятия более 40 стран. Традиционно это Германия, одни из первых резидентов нашей свободноэкономической зоны Гомеля-Ратонани. Поэтому, посмотрев на первом примере, как относятся власти, какие условия бизнеса, одним за одним реализовываются различные проекты. Это и вот сейчас Фрешпак Солюшн, очередной проект этой группы компаний. Российский капитал присутствует. Но в целом капитал из 40 стран работает на территории Гомельской области. А какие-то новые появились партнеры, может быть, в последнее время, из тех стран, которые раньше, может быть, не знали о нас или не интересовались? Те, которые опасались вкладываться. Ну, это и азербайджанский капитал, и французский капитал. То есть новые, в принципе, таких экзотических пока еще нет, дальних. Ну, а так видят, что инвесторы из стран Евросоюза, видят, что немецкие, французские работают. Можно и нам работать. Да, это показывается... Недавно приезжало, вот по весне были представители итальянских, уже итальянских бизнес-кругов, которые также рассматривают возможность создания производства продукции медицинского назначения. Поэтому мы открыты для всех и всегда рады любому потенциальному и положительному инвестору, который действительно приходит созидать, а не получить какие-то семейные выгоды от процессов инвестирования в Омельской области и в Республике Беларусь. В Петрикове ведется строительство нового горнообогатительного комплекса. Инвестиционный проект реализует Беларусь-Калий. Скажите, пожалуйста, что в перспективе региону даст разработка этого месторождения? По нашим оценкам и расчетам, в принципе, запуск этого производства Калийного комбината как минимум позволит увеличить наш производственный промышленный потенциал еще больше и довести его до 25% в масштабах Республики. Сейчас это порядка 22%. В настоящее время уже практически все подготовительные работы на площадке завершены. Построено несколько жилых домов, бытовых зданий для привлечения строителей. Вот-вот начнется уже устройство непосредственно комбината. А каковы результаты? Ну, это, безусловно, валюта. Это для страны, это, безусловно, рабочие места с высоким уровнем. Заработной платы и доходов. И, безусловно, этот уголок Полесье живет новыми красками. Там, где будут работать люди, будет развиваться и сервис, притом платежеспособный сервис, оказание различных услуг. И, я думаю, что не пройдет и несколько десятков лет, это будет большой город, еще вторая столица нашего, калийная столица нашего государства, по примеру, Солигорск. Перспективы, конечно, заманчивые. Хотелось бы, чтобы эта временная перспектива все-таки как-то была к нам поближе. Она, в принципе, если по бизнес-плану планировала, что уже в 2019 году будет первая проходка и первая продукция, а сам горнообогатительный комбинат будет достроен до 2021 года и начнет выходить на проектные мощности полтора миллиона тонн калия хлоридного. Но жизнь вносит коррективы. В данном случае на 5-м Себелорусском собрании руководству предприятий «Беларусь-Калий» была поставлена задача ускорить устройство и строительство этого комбината. Поэтому мы уже ожидаем, что в 2018 году уже первая очередь начнет давать определенный результат. Андрей Васильевич, в нынешние непростые времена и промышленным гигантам, как мы видим, достаточно сложно удержаться. Что уж говорить о малых предприятиях, им и выжить, и пробиться на рынке бывает непросто. Какой помощи они вправе ожидать от государства? Я бы хотел отметить, что порой в сложных ситуациях именно предприятиям микро, предприятиям, малым предприятиям проще. Они гибче, они легче на подъем и перестраивают свой бизнес. Поэтому, да, от них такой масштабной отдачи, как, скажем, от Белорусского металлургического завода или от Мозырского нефтеперерабатывающего, сложно ожидать. Если говорить о суммах налогов, поступлении в бюджет, но в то же время малые и средние предприятия, они выполняют функцию. Это новые рабочие места, как правило, они высокоэффективные, они высокопроизводительные. Это занятость нашего населения и занятость непосредственно и работников, и приложение труда. Да, тем более, как я говорил, 390 предприятий создано, из них более половины это в наших, не в крупных городах, не в Гомеле, не в Мозыре, это практически в каждом регионе нашей области создаются предприятия. Да, на первых порах они небольшие, они это 5-7 человек, но, как правило, если деловой человек организует предприятия, а Гомельщина это полесье, полешуки, они, в принципе, такие люди померкованные, последовательные, то и ставят перед собой цель и развиваться и дальше, то потом они перерастают в крупные, вернее, в средние предприятия, в более 100 рабочих, и развиваются, открывают новое направление своего бизнеса. Но это, согласитесь, происходит далеко не в каждом случае, а если нужна поддержка. Да, в целях поддержки у нас есть институт различных консалдинговых предприятий, так называемых бизнес-инкубаторов, центров поддержки предпринимательства, где человек, который хочет начать бизнес, в принципе, с нуля, может получить любую консультацию бесплатно. В качестве финансовой поддержки следует рассматривать средства, которые предусматриваются программой по развитию малого предпринимательства. Вот на 16-20 год уже она начала, вступила в действие весной этого года. По планам 40 миллиардов неденоминированных рублей планируется потратить непосредственно на поддержку. Начинание наших бизнес-активных людей в этом году сумма 7 миллиардов, кажется, небольшая, но вся эта поддержка будет оказываться на условиях, в первую очередь, конкурсности, и мы будем видеть, что это реальная производственная сфера, а не совсем купи-продай. Ну и, безусловно, в дальнейшем, в настоящее время рассматривается проект планов на следующий год, и ведется речь о том, что на поддержку именно развития частного бизнеса должно планироваться не менее 1% бюджета области. Пока это в стадии обсуждения, но суммы могут, безусловно, вырасти. Ну и, как мы можем судить, механизм этот работает, потому что Гомельская область в этом году уже в третий раз становится лучшей в стране по созданию условий для ведения бизнеса, триумфальная победа в республиканском конкурсе у региона в целом, у областного центра и Октябрьского района. Значит, действительно, эти условия создаются. Хочется? По крайней мере, оценивают это конфедерации юридических лиц в Минске, поэтому это не оценка наша. Нам очень приятно, что эту оценку дают нам люди, которые не зависят. Значит, будем и дальше работать, и держать на высоком уровне знамя нашего. Конечно. Хочется пожелать успеха всем деловым людям, и всех, кто честно работает на благо нашего региона. Спасибо большое за сегодняшний диалог. Спасибо. Это был диалог с первым заместителем председателя комитета экономики Гомельского облсполкома Андреем Конюшко. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!